Всем привет из Израиля! Друзья, я нахожусь сейчас в Тайфе, улица Бен-Гуриона, самая туристическая у нас улица. Но сегодня мы не будем ее смотреть, я хочу вам показать колоритный райончик, который находится здесь неподалеку, в Адениснар. Но вначале я хочу поздравить мою самую юную подписчицу. Несколько раз мы случайно встречались с Алисой, и Алиса сказала, что через 6 дней ей исполняется 11 лет. Алиса, я надеюсь, именно сегодня твой праздник, и я хочу поздравить тебя с днем рождения. Я желаю тебе чудесного праздника, конечно же, очень много хороших друзей, чтобы у тебя всю жизнь сложилось хорошо, чтобы тебе нравилась учеба и давалось тебе легко, и, конечно же, чтобы все твои желания исполнялись. С днем рождения, Алиса! Вот так выглядит Бен-Гуриона, кто не видел. На канале достаточно много видео. Я думаю, будут, конечно же, еще обзоры. А нам нужно перейти улицу, и мы направляемся туда. Если что, ориентир вот ресторан Немо, рыбный ресторанчик. И сейчас мы идем вот в ту сторону. Это район немецкая колония. Дома, вот видите, в таком стиле. Им больше 100 лет. И граничит он как раз с восточным таким колоритным райончиком. В один из нас. Это район, где проживают арабы-христиане. Ну, и также евреи проживают. И говорят, что именно там всегда дружно. И уживаются и арабы, и евреи. И все там спокойно. И вот туда мы с вами и направляемся. Я не знаю, как будет сегодня работать что-то или нет. Потому что сегодня пятница. Что-то работает, что-то закрыто. Посмотрите, арбузы шекель 90 показываю вам. А вот эти арбузы 5,50. Такая вот разница. И вот видите, вот дом еще в таком вот немецком стиле. А дальше уже будут именно восточные дома. В этом райончике, вот еще тоже улица. Это все немецкая колония. В этом райончике обычно есть интересные магазинчики. И хочу показать один из магазинов. Надеюсь, он будет работать. Где продают восточные сладости. Вот такой здесь мини-рынок. В декабре здесь, конечно, очень интересно. Обычно оставляют большого такого надувного Деда Мороза. Играет музыка, все танцуют. Потому что арабы-христиане, они католики. Празднуют Рождество 6 на 7 января. И в декабре обычно проходит именно в этих местах фестиваль праздник-праздников. Не знаю, как будет в этом году, в прошлом году. Не было ничего из-за войны у нас в Израиле. Ну вот по эту сторону, кстати, это кусочек, наверное, бахайских садов. Но обычно он закрыт для туристов. Это вот закрытая часть. В этом районе также находятся католические храмы. И вот один из них мы сейчас с вами видим. Тоже зимой все здесь нарядно, красиво. А вон, кстати, вдалеке виден элеватор Дагона. За ним уже начинается порт. И вот немножечко видна синева. Это средиземное, красивующее наше море. Вот еще тоже, смотрите, какая интересная лестница. Вот чуть подальше уже здесь начинаются разные магазинчики. Кстати, открыт магазин. Вот здесь, смотрите, разные специи. Цена, если что, 7,50. 16,50. Видите, в пятницу здесь все работает. Ладно, идем с вами дальше. Посмотрим еще. Это не единственное место, куда мы сегодня, я думаю, заглянем. Вот, надпись на арабском. Так, здесь что у нас? А там склад. Вот, тоже обычно зимой здесь все украшено. Разные гирлянды, фонарики. Так, какой-то ресторанчик. Ну, пока что людей маловато. Вот, даже на русском написано. Смотрите, цветы любви. Даже так. Ну, конечно, как же не заглянуть в такое местечко, чтобы не посмотреть цветы любви. Ну, магазин закрыт. О, вижу кальяны. Но обычно в таких районах запах кальянов стоит прям вот мощно. Это не единственная лавка, где продаются кальяны. Восток, ребята, дело тонкое. Вот, пожалуйста. Идем дальше. А там что за шарики? День рождения у магазина. По-моему, здесь магазин вино. Насколько мне помнится. Давайте посмотрим. Нет, это ресторанчик. Вот видите, угощают, как туда раба. И в шар, а не шминомет. Здесь, смотрите, какие красивые полки. Вот, посмотрите, мяско. Разные курочки. Вот, я цен не вижу. Но, думаю, обычно в таких магазинчиках, ребята, не очень дорого. Цены обычно приемлемые. Ну, красивые витрины, правда же? Вот. Так, ну все. Я думала именно этот магазинчик. Потому что именно здесь продаются вот обычно тоже сладости. Ну, открыт, но я не буду. Вина разные. Ну, а мы с вами идем дальше. По эту сторону тоже. Видите, сколько разных лавок. Такое вот колоритное местечко. Здесь тоже, видите. Ну, народу немножко сейчас. Не знаю, как будет вечером, потому что вообще пятница вечер. Ой, смотрите. Привет-привет. Шалом. Ты говоришь? Шалом. Молчит. Да, ты ж мой хороший. Скажи, что ты ко мне прицепилась. Вот такой красавчик. А в этом магазинчике продают разные орешки. Тоже запахи приятные. Там вдалеке еще один католический храм, кажется, или и пророка. Ребят, точно не помню. Я извиняюсь, конечно же. Вот. И здесь вот обычно тоже на круге, посмотрите, пальмы прямо уже поспели. Финики на пальмах. И здесь обычно тоже устанавливают разные новогодние инсталляции. Очень красиво. Очень красиво. Ну, вот по эту сторону хочу показать вам как раз магазинчик, где продают восточные сладости. Вот он как раз вот перед нами находится, зеленая вывеска. И туда мы с вами направляемся. Кажется, он открыт. Здесь обычно, когда проходит фестиваль, праздник, праздник народу, вы не представляете, сколько здесь народу. Проходят ярмарки и прямо вот устанавливают вот там дальше полностью все. Столы, разная уличная еда. Да, здесь настолько колоритно. Не знаю, конечно, кто очень любит вылизанную чистейшую Европу. Конечно, это будет не для вас. Но здесь именно такой вот особый восточный колорит. И вот посмотрите, уже вот эти дома, они тоже красивые по-своему. И каждый раз говорю о том, что не очень красиво. То, что здесь видны вот эти все коммуникации, там провода. Это, конечно, как бы смотрится неряшливо. Но если в целом, если бы это все убрать, эти все провода, было бы, конечно, очень красиво. И вот мы подходим как раз к этому магазинчику, где продаются вкусные-вкусные. Вот так вот он выглядит, если что, вывеска. И давайте сейчас с вами зайдем. Вот это уже район в один из нас. Ой, а здесь что-то изменилось. Здесь он стал больше. РФТОВ, я шар и целым. Боже, какой он хорошенький стал. Посмотрите, и вот это вот все, вот эта вот вся красота продается вся. А я ее только там. Красиво. Вот посмотрите. Вот такая вот замечательная красота. И посмотрите, вот здесь вот можно купить разные подарки. Вот, я не вижу. 109 шекелей, к примеру. Вот такой вот подарок, посмотрите. Но он тяжелый. Если кто-то будет везти, он такой вот увесистый. Вот. И вот такая вот вкуснота. Хотела вам как раз показать именно этот магазин. И смотрите, вот там еще есть тортики. Давайте я вам покажу тортики. Посмотрите, какие они хорошенькие, красивенькие. Даже, даже футбольное поле. Вот видите, каких только тут тортов нет. Это популярная пекарня или кулинария. Не знаю, как правильно ее назвать. И здесь всегда очень много людей. Скорее всего, то, что пятница вечер уже, и не так много людей обычно. Днем здесь всегда очень-очень людно. Поэтому рекомендую. И цены здесь, в принципе, не очень дорого. А вот, кстати, еще хочу показать вам вот это вот малаби. Тоже восточная сладость. Вот здесь получается он по типу такого вот пудинга молочного. А сверху вот этот, это розовый сироп. Ну, бывает иногда разными сиропами. Но в основном такой вот классический малаби, он поливается сверху именно розовым сиропом из розы. И стружка, допустим, из орешек. Это вот и есть классический малаби. Вот это вот как раз вот там посыпушки есть. Вот. Ну, а мы, ребятки, идем с вами дальше. И немножко можно пройдемся вот по этой улице. Долго гулять не буду. Уже вечер. Одной не совсем, наверное, думаю, комфортно здесь прогуливаться по вечерам. Хотя, знаете, вот и зимой по темноте вроде бы как бы гуляешь. Все нормально. Ну, немножко не то время сейчас. Поэтому, хоть и в Хайфе в целом так спокойно, но не знаю. Все равно немножко как-то некомфортно себя чувствуешь вечерами в таких местах. Вот в этом районе, если пройтись, вот видите, тоже там аптеки, магазины. И еще здесь много есть таких вот мелких типа домашних ресторанчиков. Я как-то снимала уже летом здесь. В прошлом году, наверное. Вот. Они прям такие вот как по типу семейные. Сейчас уже вечер, скорее всего, тоже в основном многое, что чего, закрыто. Видите, сколько здесь лавок. Вот всего. И вот еще, я говорю, продают такую вот уличную еду. Вот там вдалеке, вот видите, там черный шеким. Там есть магазин восточные сладости. Тоже как-то вам делала обзор. Вот туда улочка. Вот. Тоже гирлянды, видите, вот все висят. Их даже, наверное, не снимают. И что еще здесь интересно, здесь проживает наш местный Санта-Клаус. Тоже каждый год, когда проходят праздники, он поздравляет ребятишек. И у него в определенные дни тоже открыт дом. Можно прийти в гости к нему. Посмотреть. Обычно очередь есть. На канале даже есть видео. И вот, смотрите, здесь овощи и фрукты продаются. Такой вот обзор магазинов. И вот тоже здесь, помню, я прогуливала. Здесь вообще мясом пахнет. Все жарят, парят народу валом зимой. Ой, боже, как я скучаю по этому времени. Как уже хочется, чтобы все нормализовалось. И снова было, как раньше, вообще и до короны, даже чтобы было так. Вот еще, смотрите, один магазинчик. Там тоже мясо. Смотрю, сыр. Вот есть. А вот в этих магазинах обычно продаются красивые елки зимой. Прям они в ряд стоят. Очень красивые, они разные. Ну, буквально с вами вот такой вот круг сделали, видите. Вот там снова вдалеке элеватор Дагон. Можно еще немножко пройтись вверх. А там вдалеке, видите, вот две наших, два здания. Вдалеке вот как раз это отель Дан Панорама. А во втором просто жилой дом находится. И там же променад Луи. Ой, мне так неудобно ходить. Здесь немножко. Давайте выйду. Вот такое у нас, к сожалению, часто бывает, что полностью тротуар вы по нему не пройдете. Приходится идти по проезжей части. Какой красивый мотоцикл. Немножко еще сейчас здесь пройдемся с вами. Сюда пройдем. Опять не помню, где находится дом Санте-Клауса. Вечно хожу еще. Немецкий магазин к нам попадается. И вот смотрите, сами по себе какие дома здесь построены. Именно в таком вот восточном стиле. Ну, а это уже такой немецкий стиль восточный. Смотрите, какие дворики. Все аккуратненько, чистенько. И дома находятся здесь близко друг к другу. Я люблю такие колоритные районы. Мне очень нравится восточный стиль. Поэтому обожаю прогуливаться по таким местам. Вот еще один магазинчик. Зимой, по-моему, здесь продают также очень много вкусных сладостей к Новому году. Да, именно этот магазинчик. Ну, и сейчас просто простой ассортимент. Даже Дед Мороз так и остается. Вот он, этот магазин. Да, именно здесь. А, кстати, там до сих пор есть такие коробки с конфетами. Много такого всего интересного. Ну, вот смотрите, такие закругленные, как башни. Выглядит дом. Напугали всех птиц. Ох, мальчишки творят, что попало. Мальчишки, они везде мальчишки. Ахаха, там слишком великовозрастный мальчишка. Бабахает. Ну, давайте с вами еще пройдемся здесь. Немножко покажу вам дома. Хохочут, стоят, бабахают и хохочут. Пугают всех. Довольные, счастливые. Мне кажется, здесь неподалеку как раз живет наш местный Санта-Клаус. Смотрите, какие красивые деревья. Пугали всех птиц. Птицы полетели. Вон еще тоже все в цвету. Дома такие, вот видите, закругленные. Есть похожий стиль Баухаус, но это не Баухаус. Это какой-то, мне кажется, такой вот особый. Там вообще вот по типу круглой башни дом. Смотрите, какие интересные ворота тоже построены. Тут такая вот старинная, красивая Хайфа. Так, давайте пройдем туда, я посмотрю. Потому что там все перегорожено. Мне кажется, да, сюда, мне кажется, вот там дом Санты. Здесь, по-моему, тоже вот есть интересные такие, не картины, а как панно. Давайте посмотрим. Мне кажется, это оно и есть. Ну-ка, да, вот смотрите, вот видите, вот так, прямо на стенах. Я не знаю, что написано, на арабском написано. Металл, кажется. Ну, это не единственное панно. Так, а мы с вами идем далее. Такие узенькие улочки. Смотрите, какие лестницы вверх. Как в старину, правда же? Все по домам, а я вот шарухаюсь вечером. Скажутся, что у нас тут ходит. Вот тоже такая стенка узорчатая, разукрашена. Да, вот этот дом Санта Клауса. Там, видите, даже вдалеке инсталляция новогодняя. Все до сих пор у него. Там вот елка даже есть. Так что, если что, будете знать, где живет Санта. Обычно зимой здесь очень много людей. Ой, как я уже хочу Новый год, ребята. Вот. Кстати, вот его машина, представляете? Так необычно, да? Осенью видеть машину. Но она уже на подготовке. Сентябрь тут остается не так уж много времени. До встречи Нового года. Вот мы пройдем с вами немножко вниз. Видите, какая идет дорога вниз. И вот здесь вот современное здание, да, контраст. А вот здесь вот такое старинное здание. И вот там, если пройти по улочке немножко, тоже вот вокруг вдалеке такие уже благоустроенные дома. А здесь, в этом райончике, и вот такая вот скучность, да, дом к дому находится. Такой вот старинный райончик интересный. Такой крутой спуск. Ну, там еще полумесяц такой новогодний, рождественский. Ну, а здесь я не знаю, это жилой дом или, может быть, малон, как отель, гостиница. Не знаю, ребята. Вот, и там обычно тоже, вот видите, шук, ауди. Короче, мини-рынок, я так понимаю. Овощи, фрукты там. И вот именно вот здесь как раз вот та улочка. Вот там обычно очень много устанавливают. Разные столы, разная уличная еда. Именно зимой. Вот. Ну, а сейчас здесь всевозможные вот лавки. Вот. Конечно, здесь в основном это арабы торгуют. И райончик арабский. Ну, видите, записи даже на арабском. Он интересный, он реально интересный. О, пройдусь там. Мне кажется, как раз там тоже вот и есть эти тоже ресторанчики. Я уже вижу там что-то светится. Ну, я не одна женщина здесь, поэтому можно не бояться. О, там, наверное, не пройдёшь. Вот там всё перекрыто. И, ну, попробуем с этой стороны пройти. Можно пройти с этой стороны. Да, вот так. Видите, как улицы идут вверх. Вот с этой стороны мы с вами пришли. Вот видите, верхушка тоже дома очень интересная. Закрублённые такие окна. Резные балкончики. Здесь, я думаю, недорого всё продаётся. Давайте пройдём и обойдём с той стороны. Даже сейчас вечер уже, наверное, часов шесть вечера. И вот здесь достаточно тоже людно. Так, а здесь я не пройду, получается. Хотя нет, вот там должен быть проулочек. Всё в машинах заставлено. Я туда фиг пройду. Я так там понимаю, что там свои сидят. Ребят, ну я не пойду туда. Там мужчины одни. Может быть, у них и не принято, чтобы женщины так вот шарохались. Женщины вон только за рулём ездят на таких вот больших тачках. Здесь тоже скоро всё будет закрываться. Ой, какая красивая художественная лавка. Кстати, это не единственная здесь лавка художественная. Есть тоже такие же магазинчики. Смотрите, какая красивая посуда. Видите? Какие кувшины. Ой, вообще краски, конечно, шикарные. Правда же? Ну вот здесь. Так, ну что, ребятки, идём дальше. Вот. Так, я надеюсь, мы с вами не потеряемся. Там выход тоже как раз на ту улицу. Мне бы, конечно, хотелось туда сходить, но что-то я не знаю. Ну вот, скажи, записалась в блогеры. А сама не ходишь и не показываешь все такие места. Здесь тоже вот их достаточно. И зимой здесь тоже. Вот весь вот этот райончик, видите? Маленькие кафешки. Ой, там парикмахерская. Здесь тоже вот такой вот небольшой, я так понимаю, магазинчик. Посмотрите, какое панно интересное. А машины-то машины. Вообще, в пятницу, ну вообще, арабы, наверное, мусульмане у них выходной. А вот у арабов-христиан, я не знаю. Наверное, они всё-таки вот... Получается, что открытый магазин. Смотрите тоже вот дорога как туда уходит. Мы там были. Здесь мы были уже. Скорее всего, именно арабы-христиане работают по пятницам. Если кто-то знает поточнее, пишите. Исторических фактов каких-то я вам сегодня рассказывать не буду. Просто прогулка. Вот эти вот над зданием тоже граффити. Вот мы подошли с вами к этому месту. В принципе, откуда мы с вами начинали. Вон там находится это кулинария или пекарня с вкусными восточными сладостями. И вот здесь как раз католический храм. Такой вот этот райончик. Снова посмотрите, какой рельеф. Улица идёт вниз. Хайфа, она вот отличается своей гористостью. Но здесь ещё не сильно. Вот там тоже Адар. Верхний особенно Адар. Там, конечно, улицы идут вверх-вниз. Поэтому кто-то и не любит Хайфу именно из-за того, что тяжело ходить по таким вот улочкам. Ну что, мои хорошие. На этом я буду заканчивать свою прогулку небольшую. Надеюсь, вам было интересно со мной прогуляться по воде Несна с этому колоритному старинному райончику в Хайфе. Лайки, комментарии. Не забываем. Сами всё знаете. Очень хорошо. Ну всё. Пока-пока.